Уважаемые друзья, рассказываю, что происходит в Израиле. Сегодня у нас какое число? 11-е, среда. Значит, первые дни было вообще непонятно все до сегодняшнего утра. Было как один длинный день. Мы проснулись в воскресенье в новой стране, в новой реальности. Просто новая реальность. Пришли убийцы, которые зашли в дома и вырезают целые семьи. Как в наше время, в цивилизованное время, как это может быть, чтобы вырезали детей спящими в кроватях? Но оказалось, что так. Рядом с нами живут миллионы, миллионы, не единицы убийц. Потому что, что интересно, если убийца идет убивать, то он больной, он сумасшедший. Он, ну, просто как идти убивать детей, невинных людей, это сумасшедший, это маньяк. Но если миллион человек стоит за его спиной и празднуют, и радуются, говорят, убей, 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 то они такие же, как он. И мы увидели, что вокруг нас есть миллионы людей, которые радуются, которые радуются, когда нас убивают. Это было страшно. Это было страшно после катастрофы, после того, что сделали нацисты, еще раз пережить вот такое вот открытие, что есть, оказывается, люди, которые поддерживают убийц детей. Хамас – это убийцы детей. Это очень страшно, когда вот это вот разделение между мусульманами, которые за мир, которые хотят, кричат свободу Палестине. Кстати, очень интересно, что большинство людей, которые за свободу Палестине, они сейчас выступают против Хамаса. Они говорят, что Хамас – убийцы, и они не делают свободу Палестине, они делают уничтожение Палестины. У нас выхода нет. Поймите, пожалуйста, правильно. Дорогие мои друзья, которые живут по всему миру, уважаемые подписчики, мы не хотим никого убивать, не хотим никого трогать, но у нас нет выхода. Нас хотят уничтожить физически. Нас, наши семьи, хотят убить, уничтожить физически. И это очень страшно. Как это может быть такое? Поэтому, пожалуйста, остановить войну можно сейчас только одним способом, чтобы перестать поддерживать Хамас, перестать поддерживать убийц, нелюдей, то есть назвать вещи своими именами. Хамас – убийцы, маньяки, их надо уничтожить, они должны отпустить заложников. И тогда, тогда наступит мир, если их перестанут поддерживать, не будет войны. Они враги всего цивилизованного мира, всего. Не только евреев, потому что сейчас газа будет снесена с лица земли. Пока там сидят убийцы, которые удерживают заложников, и другие их защищают, у нас нет другого выхода. Мы должны защищать свои жизни. То же самое сейчас мир стоит на грани катастрофы, потому что, если сейчас начнется, другие страны вступят и начнут защищать убийц Хамаса, то не будет, то есть начнется страшная вещь. Поэтому надо одним фронтом выступить, всем сказать так, что война остановится, когда уничтожен будет Хамас. Давайте уничтожим Хамас, и будет все отлично. Все, это то, что я хотел сказать.